Вторая часть рубрики Легенды World of Warcraft. Суть остается той же, и я предоставляю теории и факты, которые подтверждают или опровергают эту самую теорию, но вы делаете самовывод. Телебим – это остров Новолуния? Предполагается, что очередной и таинственный остров Телебим является непосредственно островом Новолуния. Итак, если еще об острове Лапиндоса или Джилиджи мы вообще толком ничего не знали, кроме давних упоминаний разработчиков и некоторых подсказок, то в случае с Телебимом предположений и теорий гораздо больше. Для начала то, что известно. Телебимские бананы – наверное тот предмет, который попадался каждому игроку в игре. В них ничего нет особенного, разве что в большинстве случаев их можно получить с мобового шаря. Также три внутриигровых записки, в которых описано, как один попавший туда человек сходит с ума от количества бананов на этом острове и очень странной цивилизации, которая там обитает. И еще одно примечание, что эти записки получаются лишь с бутылок, которые добываются только на острове Новолуния, причем каждая последующая имеет меньший шанс дропа. Вот карта Ванилы, где предположительно он и находится. Так как сейчас морское дополнение, возможно судьбу этого острова мы вскоре и узнаем. Еще одно, тоже довольно интересное предположение, что это остров, где обитают гоблины, которые просто отбились от своих где-то во времена катаклизма. И теперь они выращивают бананы, которые продают чуть ли не каждому второму торговцу едой и напитков. Это бы объяснило, что это за странная раса и почему бананы продаются у многих торговцев по всему Азероту. Итак, за эту теорию выступает то, что почти все связано с этим островом, включая записки, можно получить только на острове Новолуния. Да и в принципе, все что есть, ведет именно туда. Также, если открыть карту Новолуния, то она будет немного похожа на тот остров, где предположительно находится Телебим. Но это так, плюс на уровне осматриваться в пиксели на карте. Против выступает одна примечательная деталь. Если мы находим записки в бутылке на острове Новолуния, то не логично ли предположить, что они откуда-то приплыли? Да и мы не находим этой самой странной цивилизации, об которой идется в записках. Еще против этого выступает банальное предположение, что это просто остров гоблинов, и эта теория как раз таки сгладила бы многие углы. Смертокрыл Рейдовый босс катаклизма Многие, думаю, слышали его историю, и его участь в разных войнах, и так далее, и далее. Но, а были ли предпосылы непосредственно к нему еще в стратегии Варкрафт, которые подводили нас к тому, что нам надо будет сразиться с этим драконом? И был ли сам этот дракон в игре, до самого ворда Варкрафта, кроме лоровой части? Окей, возвращаемся во второй Варкрафт. Именно там мы могли узреть Смертокрыла, думаю, многие об этом не знали, не так ли? Вот эта зеленая няшка, спустя 15 лет, будет содрогать весь Азерот. В целом, он не сильно похож на того самого Смертокрыла из катаклизма. Но даже на той же Википедии, он указан как один из персонажей Варкрафта второго. Кстати, у него даже есть свой небольшой синематик. В общем, за эту теорию выступает непосредственно подтверждение участия как такового персонажа Смертокрыла в старых дополнениях Варкрафта. Против, то что он слишком милый для содрогателя миров, как минимум визуально. Но я думаю, и без этого минуса, который скорее всего объясняется лором, понятно, был ли он в катаклизме или нет. Ну что ж, на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!